Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию без модов. Да, ребята, и в этой серии нам предстоит вызвать НЛО, то есть пришельцев в Майнкрафт. Это будет действительно круто, они прилетят к нам на летающие тарелки, мы с ними сразимся, и вы посмотрите, как это всё делается. Но, ребята, в первую же очередь я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк. Я даю вам своё слово, то что если на этой серии мы наберём 700 лайков, то завтра в понедельник рано утром выйдет новая серия без модов. Честное слово, ребята, каждый лайк для меня очень сильно важен. А вам это одна секунда, чтобы нажать на одну кнопочку, и вы прям сделаете меня счастливым. Это действительно будет очень круто. Но, также не забываем подписаться на мой канал, и я очень сильно люблю, ценю и уважаю своих подписчиков. Поэтому, если ты хочешь стать моим другом, общаться со мной в комментариях, то всё же тебе нужно. Это также одну секунду нажать на кнопочку подписаться, и я действительно буду очень сильно этому рад. Также не забываем оставлять свои комментарии под этим видео, потому что я общаюсь со своими подписчиками. Если у тебя возник какой-то вопрос, ты также можешь задать его в комментариях, я на него отвечу, и тем самым с тобой пообщаюсь. А мы, ребята, приступаем. Ну что, ребята, сейчас нам предстоит вызвать самих пришельцев с космоса. Они к нам прилетят. Но, в первую очередь, как это всё делается? В первую очередь, нам нужно выдать себе командный блок. Делается это так. А в последнее время я заметил то, что многие люди мне пишут, мол, Эдисон, как выдать себе командный блок, как выдать себе командный блок, как запихнуть туда команду. Я, в принципе, видео это показываю, вот даже сейчас я буду показывать, но людям проще написать в комментариях, как дать себе командный блок и ждать, пока они получат своего ответа, чем зайти и посмотреть 2 минуты видео и получить свой ответ. Я не знаю, ребята, но, в принципе, раз есть такие ленивые люди, то я вам сейчас покажу вот ещё раз. Я не знаю, как, как же, как же запихнуть команду в ваш мир Майнкрафта. То есть, это всё очень просто делается. Ссылочки на команды я уже оставил в описании. Вам нужно зайти, перейти по ссылочке, скопировать и просто запихнуть их вот так в командный блок, нажать хорошо и подождать, пока у вас в чате появятся вот такие, такие сказочки. Это означает, что команда успешно была установлена. Но её ещё нужно активировать, ставим возле команды редстоунблок, ну или что-то другое, кнопочку редстоунфакел и смотрим, пока это нафиг башня, пока эта башня большущая установится. Смотрим, как падает последний блок и это означает то, что это было успешно установлено. Но также у нас есть ещё второй блок, чем самым его также нужно установить, ничего не меняется. Просто нужно скопировать вторую по счёту команду. Вы сюда должны зайти, написать тоже вот эту команду и также её активировать. Это вторая команда по счёту, мне кажется, эта башня ещё намного, намного выше, чем та, что была первая. И смотрим, как устанавливается ваш ванильный мир Майнкрафта, можно сказать, даже те же моды. То есть вам не нужно искать лаунчеры, пиратки, потом париться, как же на них установить форчи, всякие другие моды, искать моды, скачивать. Многие сайты сейчас есть с вирусами, с рекламами и действительно, чтобы скачать мод, иногда нужно его попариться и много поискать. Но я для вас уже нашёл команды, вы за 20 секунд их так установите и всё, ваш мир превращается уже не в ванильный мир, а уже в мир, где будут присутствовать пришельцы. Да, ребята, сейчас что нам нужно сделать? Мы уже это всё установили, сейчас, сейчас где-то там в просторах космоса летают пришельцы. Как их нам призвать? Как это всё сделать? Нам нужны редстоун факелы, это в первую очередь, потому что нам нужно пожертвовать этих бедных коровочек, пожертвовать прям, отдать прямиком в космос, чтобы пришельцы их забрали. И только тогда они соизволят спуститься и сразиться с нами, да, ребят? Это не мирные пришельцы, нет, мы пришли с миром, нет, это не мирные пришельцы, это злые пришельцы, да. Поэтому они сразу нас нападут и нам с ними нужно сразиться. Мы выключаем гейммод, чтобы сразиться, одеваемся полностью в алмазный сет, также берём меч, берём лук и берём на всякий случай золотые яблоки, да. Ну что, ребята, вы готовы, потому что это будет действительно круто. Мы кидаем редстоун факел в одну коровочку, это работает только на коровках. И прям как в фильме, ребята, как в фильме, многие, наверное, видели во многих фильмах, когда прилетает, например, НЛО, и вот таким лучом света собирает, прям поднимает так на свою тарелку кого-то из земли, да, какое-то существо или человека. И это действительно так эффективно сделано, что эффектно, что я прям не перестаю удивляться, потому что на это можно смотреть. На это можно смотреть и радоваться, как это круто сделано. Главное, дождаться, пока коровочка полностью поднимется куда-то туда в космос, тарелочка где-то там высоко, мы её не видим, пока она полностью туда поднимется, и мы приступим к следующей коровке. Всего нужно три коровки, то есть нужно пожертвовать три несчастных бедных коровочки, чтобы пришельцы всё-таки спустились. Вот, ещё одна коровочка, и нас ждёт жаркая битва. Ну как жаркая, посмотрите, ребята, посмотрите, посмотрите, как это всё сделано, потому что как только мы получим предметы с пришельцев, нас ждёт прям, прям интересное, да, что-то интересное, что, в принципе, мне кажется, даже ни в каком Майнкрафте нету ни в ванильном, ни... Хотя, ну, с модами, конечно же, есть, но это будет действительно очень круто. И сейчас, сейчас, когда третья коровочка улетела, улетела в космос, то, то, ждём... Вот она, вот она, вот она всё-таки прилетела к нам, вот, 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 и... Где она высадится? Вот она высадилась на горе, вот она, ребята. С неё вышли два пришельца, то есть первый это Билл, он стреляет в нас лазерами, нифига себе, нам нужно их убить, потому что, как видите, это не мирные пришельцы, они нас, они нас хотят пустить на эксперименты. Нифига себе, с него рыбка выпала. Они хотят нас пустить на эксперименты, да, ребята, они не с миром прилетели, нет, не с миром. А где это был Билл, да? А где Боб? Там ещё же один... Вот он, он хочет скрыться, он увидел то, что его друг всё-таки пал смертью храбростью, и сейчас он хочет скрыться. Но нет, чувак, мы тебя так просто не отпустим, мы будем защищать нашу планету. А то вообще, чё ты сюда припёрся? Вот, ребята, с него-то нам и нужен ключевой элемент, то есть ключевой предмет, который мы с него дробнем. Иди сюда, Билл. Во, замечательно, шикарно просто. Мы их убили, да. Это было, не скажу, что очень тяжело. А летающая тарелка всё так же там осталась, нам ещё нужно её будет разрушить. Да, ребята, ещё нам нужно её будет разрушить, но это мы сделаем немного позже. Сейчас мы можем уже вот эти все предметы выкинуть, потому что они нам больше не пригодятся. Вот так, замечательно. И вот это, и вот это. Всё-таки нам, наверное, нужно было взять обычный алмазный меч, а то я его ещё зачарил на шарпнез 2, и мы как-то быстро убили этих пришельцев. Но всё же, ребята, не суть. Что нам с них выпало? Это всё вы можете уже выкладывать, потому что оно вам больше не пригодится. Что нам с них выпало? Выпали штанишки, которые, которые... Давайте посмотрим, что же они нам дают, ребята. Что же они нам дают? Гемот 1, гемот 0. Вот, урончик нанёсся, одеваем штанишки, и штанишки нам дают регенерацию 2. Смотрите, как быстро восстанавливается здоровье. То есть, не каждые штанишки в мире Малькрафта дают вам возможность быстро регенерировать своё здоровье, как, я не знаю, там, Бросоваха, Дэдпул, да? Но всё же это действительно круто. Сейчас вы можете бегать, бегать, биться, и ваше здоровье будет очень быстро восстановлено. Ну, дальше. У нас есть ещё курточка. Что даёт курточка? Она, ребята, даёт вам защиту, да? То есть, Резистанс 2. Это тоже круто, но это ещё не полный комплект. Полный комплект будет, когда мы оденем вот эти ботиночки. Сначала давайте покушаем, и мы сразу их оденем. Что нам дают ботиночки? В первую очередь, они нам дают Jump Boost 3. Вы можете сейчас прыгать намного выше. Но что самое крутое? Смотрите, какое энергетическое поле появляется вокруг вас. Что оно тоже даёт? Вам нужно просто подойти к каким-то зверюшкам, монстрам. Всё. Вы находитесь около них. Вам даже не нужно их бить. Они сами будут умирать от силы. От такой силы, которой вы завладели. Да, ребята? Во! Вот вы нам и нужны, свинюшки. Одну свинюшку мы оставим. Вот смотрите, ребята. Просто стоим возле них, и они умирают. Вот. Одна убежала, потому что поняла, что с нами дела плохи. Но. Это ещё не всё. Самый главный предмет это DNA Analyzer. Что он делает, ребята? Вы с помощью этого предмета можете убивать мирных. Повторяюсь, только мирных животных. Как только вы их убиваете, вам выдаётся их яйцо. То есть спаун. Спаун этого монстра, которого... Не монстра, а ещё раз повторяюсь, мирного животного, которого вы убили. Давайте вот это снимем, а то уже бесит. То есть, овечка, допустим, да? Вот. Убили овечку, выпало яйцо овечки. Убили кролика, выпало яйцо кролика. Убили свинюшку, выпало яйцо свинюшки. Это работает на всех мирных животных в мире Майнкрафта. На монстров не работает, только на животных. За исключением грибной коровы. Коровки. Я не знаю, почему, но на неё не работает. И также за исключением летучей мыши. Да, можно сказать, это не предмет, не существо для того, чтобы иметь... Использовать в быту, да? То есть, разводить и получать с них пищу, да? Но оно на них не работает. Оно работает только на коровок, на свинюшек, на кроликов, на овечек. Только на вот этих. Также работает вроде даже на оцелотов, на волков работает. Да, ребята, на вот этих всех работает. Это очень даже круто. Давайте мы даже ещё заспавним одного волка. Волв, вот так. Заспавним одного волка, допустим, вот тут, да? Вот так. Геммод 0. И убьём его. И да, нам выпало его яичко. Но это ещё не всё. То есть, вы можете подумать, ого, круто. Я пойду убью одного монстра. А с того монстра мне выпадет новое яйцо. Не монстра, а мирного животного. Я убью ещё одного мирного животного. И с него мне тоже выпадет яйцо. То есть, бесконечный такой процесс. Вам нужно найти только одного животного. И можете его бесконечно раз убивать. Но, ребята, это ещё не всё. За вас это будет делать нечто другое. Можно сказать, в какой-то степени даже клон-машина. Как она делается? Вам нужно разрушить, вам нужно разрушить вот эту летающую тарелку. Как её разрушить? Вам нужно целиться вот сюда, в этот двигатель. Если вы целитесь, и стрела пропадает, вот как сейчас, значит, вы попали. Если вы, например, целитесь, и стрела падает вниз, о, нифига себе, я сейчас себя убью. И если стрела падает вниз, значит, вы не попали. Нужно целиться именно вот сюда. И четыре стрелы, и вы разрушили, четыре стрелы, повторяюсь, и вы разрушили летающую тарелку. И с неё нам выпал вот этот предмет, кристалл павер, то есть кристалл силы. Вот это как раз ключевой итем, который даст нам всю силу клонирования, да, ребята. Что нам нужно для клонирования? Лук можно выложить, это всё можно выложить, можно выложить вот так, вот так. Во-первых, нам нужен раздатчик, да. Во-вторых, нам нужно иметь заборчик, железный заборчик, это тоже очень важно. И, в принципе, всё, всё. И также нам нужен вот этот кристалл, и нам нужны вот эти, вот эти предметы, да, ребята, то есть яички. Что нам нужно сделать? Нам нужно поставить раздатчик, чтобы он смотрел так вверх, вверх, встать именно по центру. Именно по центру, не вот тут, а я не знаю, это баг что ли. Вот так именно по центру открыть и засунуть кристалл в сам раздатчик. И смотрите, что он превращается. Это, можно сказать, даже клон-машина. Как она работает? Вам нужно иметь яйцо, да, того, того животного, которого вы хотите размножить. Или сделать с него клон-машину. Допустим, мы хотим свинюшку. Потом делаем вот так. Это, можно сказать, даже верстак какой-то. Оно превращается в верстак в раздатчики, да. Потом окружаем вот это всё железным заборчиком. И смотрите, что это превращается. Это превращается в спавнер. В спавнер свинюшек. Я не буду тут спавниться бесконечно, пока вы не разрушьте вот этот предмет. То есть, если на вот этом месте эта свинюшка умрёт, то на неё вместе появится другая свинюшка. Это очень круто, ребята. Это очень круто. Потому что, вот смотрите. Вот смотрите, ребята. Гейммод 1. Спавнер. Даже в креативе нету вот этого блока, который позволяет вам спавнить. Спавниться вот этих свинюшек и вообще делать спавн. Как вы можете получить вот этот предмет? То есть, ну или в данжен найти, допустим. Да, потом зайти в креатив и нажать скопировать вот предмет. Или, допустим, выдать себе через команду. Гиво, там, Майнкрафт и спавнер. Вот это всё, да. Ну или Not Enough Items, да. Где вы открываете инвентарий. И тут появляются большие такие таблички, где вы можете там тоже написать спавнер. И вы можете себе его забрать. В креативе его нету. Это круто, ребята. Потому что в ванильном Майнкрафте вы это никак не сделаете. Даже в каких-то модах вы это никак не сделаете. Потому что это реально круто. Но, ребят, так вы можете создавать любые спавнеры, которые вы хотите. Вот смотрите, сейчас спавн овечек мы создали. Сейчас мы создадим спавн волков, который будет защищать жителей. Вот давайте поставим его где-то как раз вот тут, возле, возле их квартир, домишек, да. Чтобы они там охраняли. И также мы сможем кроликов создать. Сделаем ферму кроликов. Вот так сделали. И давайте, знаете, куда поставим? Давайте поставим. Поставим вот сюда. В этот загон такой. И они будут тут спавиться. То есть, смотрите, ребята, что мы уже сделали. А ну сейчас. Ребята, если вы даже убьёте жителя, значит жителя тоже вам выпадет яйцо. А можно сделать ферму жителей? Это будет нереально круто. Ферма жителей. Да! Офигеть! Ребята, смотрите, что можно сделать. Можно сделать... Я поставил, правильно? Нет, я не то поставил. Вот. Вот это. Ферма жителей. Всё. Вы можете клонировать людей. Клонировать животных. Это офигеть. То есть, как я сказал, только мирных существ, да. То есть, даже жители входят в это число. То есть, мирные существа. Это круто. Смотрите, у нас есть... У нас есть уже... Лаборатория. Целая лаборатория по клонированию кроликов, овечек, свинюшек и даже людей. То есть, жителей. Это реально круто. Да, ребята. Но на этом, в принципе, этот мод весь заканчивается. Потому что больше тут делать нечего. Но. Но. Как я читал. Вроде разработчик этого... Этой команды, а не мода. Хочет сделать... И так же ещё волк. Забыл, да. Хочет сделать продолжение. То есть, что он хочет сделать? В следующих версиях он хочет сделать возможность, чтобы... Вот эта летающая тарелка, на которой прибывают на нашу землю пришельцы. Чтобы её можно было не только разрушить и получить с неё предметы. А так же полетать. То есть, вы можете будете сесть в эту тарелку и летать. Офигеть. Это будет нереально круто. Потому что это будет прям настоящий какой-то способ передвижения. Не только будут пришельцы. А это будет даже полезно только тем, что вы сможете быстро передвигаться. Это круто. А было бы ещё круто, если бы вы, например, смогли улететь на вот этой тарелке куда-то в космос. На какую-то другую планету пришельцев. И объявить. Объявить прям войну этим пришельцам. Это было круто. Но может всё-таки это когда-то будет. Я не знаю. Ладно, ребята. На этом мы, в принципе, будем заканчивать. Я очень сильно хочу надеяться, что вам понравилась вот эта серия. Потому что я действительно старался. Я, честно, ребята, буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Потому что каждый лайк, как я уже сказал, для меня очень сильно важен. Для вас это секунда, чтобы нажать на кнопочку. Для вас, может, это не играет большой роли. Но, ребята, для меня это большая мотивация для записи новых видео. И также просто, ну, мне приятно, когда мы набираем лайки. Поэтому, ребята, я даю вам своё слово. Вот прям тебе даю своё слово. Если на вот этой серии мы набрём 700 лайков, то завтра, в понедельник, утром выйдет следующая часть без модов. Где мы будем призывать каких-то других существ. Или становиться этими существами. Потому что без модов это большая вселенная, которая позволяет нам узнать даже то, что мы не сможем узнать с помощью каких-то глобальных модов. Потому что, действительно, ребята, очень круто. 700 лайков, завтра выходит новая серия. И я люблю, ценю, уважаю. И просто хорошо отношусь к своим подписчикам. Поэтому, если ты хочешь со мной подружиться, общаться в комментариях. Всё, что тебе нужно, это также потратить секунду твоего времени, чтобы нажать на красненькую кнопочку, которая называется подписаться. Может, для тебя это не играет важной роли, но для меня играет. Я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Прям каждому. Не поленись, подпишись. Ты, действительно, в первую очередь сделаешь меня счастливым. А во вторую, ну, просто мне будет приятно иметь нового подписчика, общаться с ним. Потому что ты можешь оставить своё сообщение в комментариях под этим видео. Какой-то вопрос, совет, пожелание. Зависит от того, что у тебя на душе, что ты хочешь излить. И я обязательно прочитаю твоё сообщение, также на него отвечу. Да, ребята, к сожалению, серия уже подходит к концу. Я бы ещё хотел побольше тут остаться, потому что этот мир мне уже начинает нравиться с пришельцами. Да, ребята. Но всё же мы заканчиваем. Я ещё раз говорю вам большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.